О жизни по ту сторону Берлинской стены в закрытой восточной Германии сегодня канцлер ФРГ рассказала британской королеве. Лизаэта II находится в Берлине с официальным визитом. В немецкой столице монарш Юасобу встретила по-британски пасмурная погода и толпы восторженных поклонников. Константин Гольденцвайк с подробностями. Судьба Европы, может, и вершилась прежде в покоях Букингемского дворца, но вершат ее нынче совсем в других интерьерах ведомства канцлера ФРГ. По крови чуть ли не наполовину немка, королева Елизавета, в Германию, посещенную ею впервые ровно полвека назад, прилетела на сей раз на целых четыре дня. И, по сути, скорее с экскурсией, чем с госвизитом, переговорой за открытыми дверьми. Вот там, где сейчас проходит поезд, видите, прежде стояла Берлинская стена. Я сама жила всего лишь в двухстах метрах отсюда, но уже в восточной Германии, за стеной. Где она там повсюду. От ратуши во Франкфурте до речной прогулки по Берлину. Многотысячное, ликование, любование. Только чепчики, что в воздух не бросают. Вместо них парад дамских шляпок. Главная тема. На спутнице президента Германии Гаука скромный головной убор. На Меркель, все же сменившей брюки на платье, вообще никакого. Зато на Елизавете роскошная шляпа с павленьем-пером. Строго в тон сумочки и плащу. В стенах Берлинского технического университета кажется, будто она прилетела сюда даже не из Британии, а откуда-то из минувших веков. Ну где королева? Очень хорошо. А что мы делаем, когда видим королеву? Тут же инструкции для простых немецких смертных, чуждых такому лоску. Как приветствовать ее величество? От мужчины поклон, от дам книгсон. Заговаривать первым с королевой нельзя. И тем более никаких селфи. Я была ее поклонницей всегда, но женщина, которой 89 лет, и которая так, с такой статьей дисциплины, держит себя, по-моему, это потрясающе. А сколько ведь преимуществ от того, что в мире еще есть королевские династии? Когда страну представляет монарх, излишни партийные споры. Он у руля государства, символ единства и ориентир для всего общества. Однако даже редким монархистам ясно. В гостях у себя они принимают живой символ Британии, но уж, конечно, не ее реальную главу. И пока королева возлагает венок у памятника погибшим немецким солдатам, Ангела Меркель принимает Дэвида Кэмерона, премьера страны, что грозится в ближайшее время выйти из Единой Европы, если его требования о децентрализации ЕС не будут услышаны. И вот уже сама Елизавета нарушает протокол. Вопреки нейтральному статусу королевы, вместо обычного тоста она произносит политическую речь. Европа стоит перед опасностью раскола. На протяжении нашей жизни, господин президент, мы видели и то худшее, и лучшее, что бывало на нашем континенте. Мы стали свидетелями того, сколь стремительно все может меняться. Но мы знаем, что нам нужно усердно трудиться, чтобы сохранить блага послевоенного мира. Мы знаем, как опасно разделение Европы, и что мы должны защитить ее от этого, как на Западе, так и на Востоке нашего континента. Говоря о Востоке, она имеет в виду, разумеется, Грецию, будущее которой станет ясно в ближайшие дни. Его в это же время обсуждают главы МИДа в двух стран, а Елизавету тем временем президент Гаук развлекает подарками. И тут настоящий конфуз. Странный портрет с детским изображением королевы, сидящей на голубом пони, повергает ее величество в замешательство. А это что же мой отец? Да, герцог Эдинбургский. Вы разве не узнали его? Нет, как-то не очень. Что ж, если вам не нравится, возьмите хоть марципан. Завтра уже без шуток. Ее ждут на мемориале концлагеря Берген-Бельзен, освобожденного британскими войсками в 45-м. Ну а в эти минуты здесь, в британском посольстве, начинается официальный прием. Монаршия Чита расположилась по соседству. Королевский штандарт Винзоров развивается над гостиницей Адлун. С такой помпой в Берлине не принимали ни Барака Обаму, ни Папу Римского Бенедикта XVI, никого. А свежие редакции немецчеславарей даже пополнились новым англицизмом. Куин, королева и примечание, употребляется лишь в единственном числе. Константин Глинзвай, Кирилл Бутырин. Специально для RTVI из Берлина.